доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели снова мы на площадках и как и всегда разбираем фундаментальный фон события влияющие на динамику финансовых инструментов сегодня мы с еще большим энтузиазмом будем говорить про нефтянку потому что мы сделали друзья нашу заветную цель мы коснулись 60 долларов за баррель в моменте бренд оказывался ниже 59 44 лоу то есть времени было предостаточно друзья чтобы выскочить из-за коротких позиций поблагодарить собственно рынок черного золота потому что профи даже без плеча был просто колоссальный я по-прежнему уверен то что 2019 год а судя по всему станет самым результативным для нас долгосрочно ориентированных трейдеров за последние несколько лет и я уверен друзья что будет еще не одна возможность том числе и на рынке нефти которую мы используем потому что все таки еще лишь первое полугодие 2019 года сегодня центральное событие это заседание европейского центрального банка поэтому все внимание сразу же на евро если вас интересуют плавные валюты риска советую сегодня не упускать возможность поспекулировать 7 потому что как минимум волатильность сегодня будет значительное но как максимум по программе которую хотелось бы сегодня отработать друзья это получить сейчас небольшой всплеск интереса к евро то есть в рамках классического правила покупали на ожиданиях продавать на фактах и потом уже когда будет выступать драги через отдельные заявления являющиеся доказательством слабой мягкой экономической политики точнее слабый не совсем правильное слово конечно же нам мягких заявлениях и риторики евро должен пойти вниз я возлагаю на это большие надежды но в то же время признаюсь друзья что если сегодня сессия сложится таким образом что евро особо сильно не потеряет но все равно мы получим сигналы о том что политика будет оставаться в режиме тотального смягчения это все равно будет означать что впоследствии нисходящие тренды по главному валютному риску будут преобладать самое главное нужно будет их только дождаться давайте подробнее прибежимся по основным активам как я уже сказал нефтянка продолжает нас радоваться и в принципе сейчас стоит оставить в покое мы сделали цель я допускал что мы доберемся до 60 долларов за баррель ну не сейчас а скажем так после уже окончания периода действия текущего соглашения страна пик плюс но это ближе уже концу летнего сезона посмотрите как на самом деле ситуация и события развиваются настолько быстро что невозможно было спрогнозировать конечно же нефть снижается на фоне тотального можно сказать бегство инвесторов из рисковых инструментов мы это прекрасно видим через рост спроса на облигации на франк на японскую иену и на золото которое претендует на закрепление уже выше отметки 1350 долларов за на тройскую функцию в общем вас опасения за перспективу роста мировой экономики это ожидание того что спрос на углеводороды будет снижаться в соответствии с глобальным экономическим спадом доказательства того что экономика глобальная практически на пороге уже стагнация который может перерасти в лицейс это последние данные по активности производственного сектора ведущих локомотивов мировой экономики я делаю оценку конечно же на а сша и китая есть еще опасения связаны с тем что предложение на рынке будет потенциально расти если после июня страна опек не продлить действие энергетического факта это такой глобальный фон он не отпускает но локально конечно же вчера мы должны сказать спасибо данным по запасам нефти потому что они снова порадовали продавцов запасы нефти по данным администрации антической информации выросли на 6 7 миллионов в то время как прогнозировали снижение на 1 и 7 миллиона и возвращаемся опять же к тому что не совсем нормальная сейчас ситуация тенденция поскольку летний сезон повышенного спроса на топливо это должно было приводить к высокой загрузке нпз сокращению резервов и запасов почему-то они продолжают расти конечно же в конце концов ситуация нормализуется но пока что мы выбиваемся из общего рыночного правила это хорошая поддержка для идеи продаж сейчас друзья я предлагаю опустите нефтянку ну пока что сегодня уже не касаться и может быть даже оставим и покоя до конца следующей недели потому что цель уже сделано если будут хорошие уровни для дальнейших трейдов я ими с вами поделюсь доллар е на 108 21 мы снова снижаемся оно и понятно на фоне всех тех рисков которые перечислил поджимает еще американца и статистика слабая дипи который является репетиция non-farm payrolls хуже некуда 27000 с 275 в данном случае мы не можем ничем оправдать такие плохие цифры кроме как действительно просадкой американского рынка труда либо какой-то статистической ошибкой но чтобы это не было статистика явно не соответствует ожиданиям в 10 раз практически часть показатель хуже я делаю вывод друзья о том что как и было отмечено ранее американская экономика ну явно буксует и если не сказать больше из-за последних данных по производственному сектору на мой взгляд спад становится все более и более очевидным вот почему на рынке уже фактически определились даже с тем что в сентябре федрезер пояснить процентные ставки доллар иена также друзья снижается может быть скажем не только из-за статистики преимущественно из-за того что доллар терпит поражение из-за давления которое сейчас оказывается на американский рынок долга вот уже рынок долга казначейских облигаций обращает внимание на а статистику ну все воедино складывается конечно же в целом понятно что а динамика нисходящая должна преобладать мы на нее ориентируемся и евро против доллара друзья 1 1231 снова я повторяю что если вы хотите поспекулировать главным валютным риском считайте что есть у вас возможность сейчас открыть сделку на долгосрок по более выгодным уровнем более высоким ценам потому что мы сегодня абсолютно уверены в том что европейский центральный банк будет сигнализировать о важности необходимости задействования дополнительных инструментов монетарного стимулирования и в качестве аргументов для необходимости этого будет использована не только неопределенность в мировой экономике и негативные последствия для еврозоны связи с этим а исключительно слабая национальная статистика и сейчас мы можем уповать не на какие-то там отчеты которые были несколько недель назад либо тенденции мы можем говорить о свежих скажем актуальных данных которым несколько дней это падение базовой инфляции до 0,8 процента и это удручающие показатели по промпроизводству друзья на фоне таких данных темпы экономического роста еврозоны должны очень сильно просесть и сегодня буквально за несколько часов до оглашения решения по ставке пресс-конференции как раз и будут представлены данные по темпам экономического роста я обращу внимание них с большим удовольствием советую вам также понаблюдать в общем резюмируем слабая статистика ожидания мягкой риторики еще скажем ветра дует некоторые с еврокомиссии они руководство с принципе можно сказать уже начала процессуальное расследование против италии где как вы знаете нарушаются наглым образом бюджетные правила и дисциплинарная процедура она должна была последовать я думаю что у италии ждут штрафы до 5 миллиардов евро это очевидно негативный момент который мы не должны выпускать из внимания поэтому в целом по евро доллару исходя из сказанного сохраняется приоритет за короткими позициями но если вы все-таки еще не открывали позиции друзья не торопитесь делать это прямо в моменте дождитесь опять же обязательно я думаю пост роста который может последовать именно на факте неизбежно высокой волатильности и примерно с уровня 1 1280 поближе к отметке 113 уже можно занимать короткие позиции фунт против доллара 12688 пока что мы не говорим о а брекзите мы ждем собственно завтра завтра я думаю что фунту мы уделим побольше внимания на сегодня давайте сфокусируемся на евро если евро пойдет вниз как прогнозировалось фунт конечно же будет также двигаться вслед за общим направлением рынка доллар канадец снова мы выше отметки 134 в эту пятницу то есть завтра мы сфокусируемся на фундаментальной слабости канады на рынке труда я думаю что цифры снова разочаруют и на передовую уже выкатят опасения трейдеров за то что банк канады также будет снижать процентные ставки как потенциальный а федеризерв но эта тема для канадца более интересно друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания